Здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о сборной России по футболу, которая гостила в Иране и сыграла с местной национальной сборной. Ну и что я вам могу сказать? Это была действительно вот первая серьезная проверка для команды Карпина после известных событий и после нашего отстранения. Все-таки по всем вложении национальные команды из Средней Азии, там Узбекистан, Киргизстан, это серьезные соперники, интересные команды, но это немножко не тот масштаб. А Иран это команда, которая участвовала на чемпионате мира, в составе которой есть настоящие суперзвезды, вроде того же самого Мехди Тареми и Спорту, и команда, которая в том числе заставила нас обороняться. С теми соперниками, с Узбекистаном, Киргизстаном, приходилось сборной России идти вперед, атаковать, и это была проблема для нашей национальной сборной, потому что в отсутствии Миранчука и Головина, которые не вызывались в национальную сборную из-за рубежа, мы не могли показать качественные игры первым номером. А Иран со своими звездами, тем более на своем поле, напротив, играл в атаку, и нашей сборной теперь уже пришлось обороняться. И это был совершенно другой футбол, в отличие от предыдущих товарищеских встреч. Поэтому смотреть этот матч было интересно. И вы знаете, по моим ощущениям, то, что я говорил еще перед стартовым свистком, Карпину, вот в таких матчах, работать как-то сподручнее и легче, чем в тех матчах, где приходится работать в атаку и идти вперед, играть первым номером. Вот так вот биться, бороться, отбиваться, это куда ближе к стилю Карпина в национальной сборной. Поэтому парадоксальным образом, вот именно в этом матче против Ирана, наша сборная показала, возможно, самый понятный футбол после отстранения от международных турниров и после известных событий. Так что давайте разберем эту встречу и разберем ее максимально подробно. Но сперва хотел напомнить, что у меня есть еще один YouTube-канал, который посвящен кино и сериалам. И недавно на этом канале вышел обзор на фильм «Джон Уик», часть 4. Так что если хотите узнать мое мнение о современных фильмах и телепроектах, то проходите по ссылочке в описании и в закрепленном комментарии. Ну а мы переходим к стартовым составам и, конечно, пробежимся по сборной России. Сафонов на воротах. Слава Богу, восстановился. Были вопросы касательно того, в каком состоянии он будет. Было у него повреждение, но набрал нужные кондиции. В обороне. Справа – Караваев, слева – Холусевич. Причем здесь хотелось бы обратить внимание на то, что эти футболисты, ну, скажем так, несколько отличаются по своей стилистике. Холусевич вообще когда-то был крайним атакующим хавбеком. Поэтому здесь изначально было понятно, что фланги несколько будут отличаться по своим функциям. В центре защита Осипенко и Литвинов. Тут не скажу, что проблема, но всем изначально было понятно, что сборная России не досчиталась ведущих исполнителей. Джики пропускает встречу Дивеев, пропускает Чернов, который показывал фантастический футбол после зимнего перерыва, тоже пропускает. Таким образом сборная лишилась трех лучших центральных защитников. Поэтому здесь так или иначе пришлось выстраивать обновленную оборону. И в том числе появился Литвинов, который в Спартаке последнее время играет в центре поля, а не в центре защиты. Ну, а в центре поля появился Глебов, Кузяев, команда которого Зенит параллельно играла с Фенербарча и чуть ближе к атаке Миранчук. Глебов чистый опорник, Кузяев бокс-то-бокс, ну, а Антон Миранчук здесь должен был в роли плеймейкера доказывать, что он не хуже своего брата Алексея, который из-за травмы не приехал. Ну, а впереди таранный форвард Камличенко плюс Зиньковский и Захарян. Ну, неожиданный выбор исполнителей, потому что Захарян в этом сезоне сам на себя как-то не похож. Зиньковский не всегда попадает в стартовую обойму Спартака, но, скажем так, сейчас в отсутствии ведущих креативщиков Миранчука и Головина, которые пропустили встречу из-за травмы, выбор, как говорится, невелик. Майему тэша Майему. Что касается противников, здесь следует отметить, что не было целого ряда важных исполнителей, в том числе наших старых знакомых. Сердар Азмун, судя по всему, по семейным причинам пропускал эту встречу. Также мы не увидели в стартовом составе и Милада Мухаммади, который нам знаком по Ахмату. Зато Заталахи появился с первых минут в опорной зоне и по старой памяти, как видимо, решил помочь нашей сборной, привез пенальти. Но обо всем по порядку. В первую очередь мы, конечно, опасались атаки сборной Ирана, где есть великолепный Тареми, главная звезда этого матча, форвард, который здесь и гол смог забить. Ну и плюс Мохаби, который здесь должен был так или иначе отвлекать внимание нашей защиты и расчищать, так скажем, пространство для главной звезды Ирана. В итоге Тареми забил мяч, но мог забить здесь и больше. И в целом, ну, по моим субъективным оценкам, здесь Иран все-таки сыграл несколько интенсивнее и интереснее. Иран пробил больше раз по воротам соперника, по воротам нашей сборной. Там, насколько я понял, практически трехкратное преимущество по ударам. И Иран больше владел мячом. Поэтому здесь, как я уже отметил, в отличие от предыдущих матчей нашей сборной, где мы вынуждены были так или иначе идти вперед и играть первым номером, чем тут мы как раз увидели карпиновский футбол из отборочного цикла чемпионата мира, где мы бьемся, боимся и играем, сдерживая суперзвезд соперника. И с этим, в принципе, у Карпина все относительно неплохо было, в том числе и в отборочном цикле, где мы все-таки вышли там в стыковые матчи и были в 10 минутах от прямой путевки на Мундиаль. Здесь следует похвалить нашу команду в плане работоспособности. Мы действительно очень плотно работали у своей штрафной, был временами даже неплохой прессинг, команда старалась не допускать невынужденных ошибок, при этом они были, к сожалению, тут без косяков не обошлось, и тут и Сафонов косячил в передачах, что вообще непростительно для голкипера, и другие футболисты ошибались, но здесь не было критической массы каких-то ошибок, которые повлияли бы так или иначе на результат. Ну, если не считать игру Литвинова в ситуации с пенальти ошибкой, которая стала голевой, но тут уже субъективная оценка считать это ошибкой или хорошей игрой соперник, который вынудил, так скажем, здесь сфалить на пенальти. В целом сборная на своей половине поля худо-бедно смогла организоваться, смогла сдержать натиск соперника, который в плане класса исполнителей, наверное, нашу сборную в атаке превосходил. Тареми очень много двигался по всему фронту атаки, он оказывался то справа, то слева, то еще где-то, но здесь, хотелось бы отметить, наша сборная очень умело передавала главную звезду иранской команды от футболиста к футболисту. И, в принципе, мы не стеснялись и фолы использовать, и когда нужно, включая жесткость, хоть матчи товарищеские, но оценить нужно было нашу национальную сборную. Ну и в плане желания, в плане, не знаю, какого-то движения, этот матч мне понравился куда больше, чем предыдущие игры, где сборная была просто, так скажем, отсутствующей и вообще не показывала ровным счетом ничего. Поэтому в первом тайме мы и в атаке смогли провести парочку неплохих атак, одна из которых закончилась фолом на Зиньковском, тот самый Саид из Аталахи, наш старый знакомый, здесь неаккуратно действовал и в итоге пенальти реализовал Миранчук. Россия вышла вперед и, что характерно, Карпин, главный тренер нашей сборной, продолжает притягивать к себе пенальти. Его Ростов много бьет пенальти и теперь сборная точно так же продолжает этот тренд. Проблема, как мне кажется, в том, что, получив преимущество в счете, наша сборная слишком уж прижалась к своим воротам. То есть то, что было до пропущенного мяча иранцев, когда мы действительно прессинговали, пытались мешать им организовать свои атаки, это пропало. И, к сожалению, после забитого мяча мы как-то совсем уж отказались от контр-игры и позволили иранцам полностью перехватить инициативу. И здесь, ну, как бы сказать, в принципе, наша сборная способна биться и бороться, и играть на удержание все 90 минут. Но периодически, к сожалению, даже эта система дает сбои. И здесь, что характерно, сбой произошел сразу после перерыва, когда был заработан пенальти, теперь уже иранцами, и они его реализовали. То есть вот это гол из раздевалки. А такие голы, ну, как бы это сказать, они в том числе связаны с недостаточной концентрацией после выхода со скамейки, после выхода, после перерыва и так далее. Поэтому здесь наша сборная, как мне кажется, в том числе психологически, как-то вот, ну, не то чтобы расслабилась, но немножко потеряла хватку. Поэтому и после забитого мяча мы практически не показывали конструктивной игры впереди, и в основном мы играли по ситуации, по счету. И поэтому мы пропустили гол сразу после выхода из раздевалки. Это, к сожалению, немножко напрягло. Вот психологически слишком сильно расслабилось. И еще удивило то, что наша сборная как-то, знаете, старательно игнорировала Арсена Захаряна в первом тайме, и в результате Арсен, который и так-то проводит не самый выдающийся сезон, совсем потерялся. А ведь он был на поле, ну, наравне с Миранчуком, наверное, тем человеком, от которого и ждали креатива, разрезающих передач и так далее. И что характерно, во втором тайме, после того, как мы пропустили, мы на эмоциях пошли вперед, и тут, наконец-то, заиграли Захаряна, и тот мог забивать. Редкий случай, когда мы во втором тайме действительно что-то создали интересное. Вот стоило хоть как-то заиграть Захаряна, сразу опасный момент. А так, ну, Арсена оставили просто на голодном пайке, ведь он один из немногих, кто может действовать нестандартно, неординарно, и что-то там создавать впереди. Разумеется, наша сборная активно использовала замены и перестановки, вводились в бой свежие силы, но, скажем так, в ситуации, когда главные наши креативщики пропускают встречу, и когда у нас на скамейке запасных в основном трудяги, работяги и мало таких, по-настоящему созидательных, интересных игроков передней линии, шансов взвинтить темпы и добавить впереди у нас было не так много. Поэтому во втором тайме перехватить инициативу нам так и не удалось. Ни выход Тюкавина, ни выход других футболистов не переломил ситуацию. Иран доминировал, Иран играл лучше, атаковал и в целом должен был, наверное, забивать больше, но, как очень часто бывает, как раз в эпоху Карпина, наша сборная в таких ситуациях умеет терпеть, держаться, стоять насмерть. А голки Персофонов хоть и периодически косячил в этом матче в передачах, но на ленточке работал как следует. И пропустил только один гол в спинате, а в остальном команду выручал. Так что, слава богу, что он успел восстановиться и набрать форму именно к этой встрече. В общем, с Ираном, как и ожидалось, получился тяжелый матч. Будем смотреть следующую встречу, где нам уже, как видимо, и как хозяевам поля, и как фаворитам, нужно будет играть в атаку теперь уже против Ирака. Посмотрим, что там будет.